Между поэзией и между... Через 200 метров держитесь с правой стороны во вторую улицу. И окрашены влиянием поэта, кто был Семен Яковлевич Натсен. И вот первые модельштамские опыты, самые первые стихи, синие виллы обнимутся спиками и обогрятся в крови, да, это такой образцовый пример вот этой самой Натсеновщины. В прошлый год он называет своего оступника палачом, и когда одна из современцев спросила его, а разве она похожа на палача? Нет, нет, что вы, она прекрасная, милая, замечательная девушка ответила на это модельштам. Ну а почему же вы называете ее палачом в своем стихотворении? Ну потому что любое в другом. Сверните на втором везде. Ты что? С середины 20-х годов в творчестве модельштам происходит стиховая палача. Теперь сверните на этом везде. А кроме того, он пишет прозу, и стихи возвращаются к нему в 30-м году после того, как он съездил в Армению. И здесь начинается третья палача. Теперь поверните налево, а затем сразу налево. Да, архитектурные стихи, потом, да, поэтика ассоциации в три стиха, вот то, что мы говорили, да, вот этот ужас от жизни, который в поэтике ассоциации этой как раз проявился. И вот, наконец, стихи 30-х годов, в которых модельштам делает важнейший шок. Он отказывается от посредничества между собой читать. Теперь он смотрит на мир не сквозь посредничества мировой культуры, а он обращается непосредственно к читателю. В его стихах появляются московские и ленинградские реалии. Он очень много именно в этот период пишет о своей связи о времени. Именно в этот период он пишет струк про современника. Обратим внимание на две цитаты. «Нет никогда ничей я не был современником». Мне не с руки почет такой. О, как противен мне какой-то соеменник, То был не я, то был другой. Итак, «Нет никогда ничей я не был современником». Но проходит совсем немного времени, И модельштам пишет совсем другое стихотворение, Которое начинается прямо с противоположного утверждения. «Пора вам знать, я тоже современник. Я человек эпохи Москва-Швея». Москва-Швея – это фирма, сшившая костюмы советские. «Смотрите, как на мне топорщится пиджак, Как я ступать и говорить умею, Попробуйте меня от века оторвать, Ручаюсь вам, себе свернете шею». И ни в одном из этих случаев модельштам не лжет. Потому что в нем парадоксальным образом Уживались два совершенно противоположных стремления. И вот вся его жизнь творческая, Весь его путь можно рассматривать как метание. Теперь резко сверните налево, А затем вы достигнете промежуточный пункт вашей поездки. И в то же время я хочу быть совершенно самостоятельным. И когда мы говорим о теме модельштам и революции, Когда мы цитируем политические стихи модельштама, Когда мы читаем их, То опять мы встречаемся с той же самой картиной. Потому что с одной стороны он как человек, Живущий с людьми, А еще хочу побыть и поиграть свет. Он хочет принять то, что происходит. Едьте, используя второй съезд. Затем на следующем повороте выверните налево. Как вы думаете, закономерное действие? Ну, не трудовой, но не просто. Я думаю, что в истории есть и то, и другое. И рассматривая длительный период стабильного, устойчивого развития, Мы можем говорить о закономерности. Через 80 метров поверните налево. Затем используйте второй поворот налево. Перепроложить, выполните разворот на дороге звукового движения. Съедьте, используя четвертый съезд. Используйте четвертый съезд. Затем на следующем повороте поверните направо. На следующем повороте...